Здравствуйте! Сегодня на уроке мы будем говорить с вами о том, каковы причины и последствия краха на Уолл-стрит. Сегодня на уроке мы должны будем оценить влияние технических достижений на развитие экономики, использовать понятие рынок ценных бумаг, акция, спекуляция, фондовая биржа, кредит, банкротство, инфляция для анализа экономической ситуации и попытаемся определить причину дисбаланса между производством и потреблением в 1920-е годы. 24 октября 1929 года в историю Нью-Йоркской фондовой биржи – это один из самых страшных дней. Он вошел в историю как «черный четверг». В этот день на продажу было выставлено огромное количество акций – 13 миллионов. Вкладчики потеряли 9 миллиардов долларов. Четвертый день кризиса, который произошел 29 октября 1929 года, стал «черным вторником». Количество акций, которые люди выставили на продажу, составило 16 миллионов акций. Люди потеряли 14 миллиардов долларов. В современном эквиваленте это 185 миллиардов долларов. Америка разорилась. Как произошло, что кризис на одной фондовой бирже стал мировым? Почему кризис 1929 года вошел в историю как «мировой экономический кризис»? Давайте посмотрим на финансовые потоки, которые происходили в 1920-е годы. Как вы помните, Германия по итогам Первой мировой войны выплачивала репарации. Где она брала эти деньги? Она брала их в долг у США и отдавала репарации Англии и Франции. Во время Первой мировой войны Англия и Франция воевали не только на свои средства, они тоже брали в долг и брали у США. Поэтому по итогам Первой мировой войны Англия и Франция должны были вернуть свой долг Америке. И деньги возвращались в США. А затем американцы снова давали эти деньги в долг Германии. Как вы понимаете, все финансовые потоки в это время были зависимы от доллара, а не зависели от одного государства, от США. Поэтому кризис, который произошел в Нью-Йорке на Уолл-стрит, затронет все страны. Давайте вернемся на 20 лет назад. В 1913 году на заводах Генри Форда появляется конвейер. Когда появился конвейер, то сборка автомобиля упростилась. И время, которое было затрачено на сборку этого автомобиля, сократилось на 40 минут. В 1914 году конвейеру совершенствовали. И теперь уже конвейер делался для людей высокого роста, для людей низкого роста. Весь процесс сборки автомобиля стал автоматизированный. И срок сборки автомобиля уменьшился с 12 часов до 2. Автомобиль стоил уже 260 долларов. Это было примерно 2 или 3 зарплаты среднестатистического американца. Генри Форд, по сути, посадил Америку на колеса. Но у появления конвейера были и отрицательные моменты. Давайте рассмотрим, что же произошло. Если раньше, до появления конвейера, на каком-то любом примерном заводе работало 100 рабочих. Каждый из этих рабочих получал зарплату, условные 100 долларов. И каждый из этих рабочих после работы мог прийти в магазин и купить какое-то количество товара, которое производилось этими рабочими. Производилось каких-то 100 изделий. И вот появляется конвейер. Что происходит? 100 рабочих уже не нужно. 90 рабочих уволят, и на заводе останется только 10. Эти 10 рабочих будут получать свои 100 долларов, как и раньше. Но количество товара, если раньше было 100 изделий, то теперь изделий-то стало 1000, работает конвейер. И получается, что купить этот товар могут не все, а очень небольшое количество людей. Количество товара, которое предлагается на продажу, во много раз превышало спрос. Люди не покупают этот товар. Начинается кризис перепроизводства. Мировой экономический кризис 1929 года так и войдет в историю, как кризис перепроизводства. В 1928 году на выборах в США побеждает Гувер. 31-й президент США, представитель партии республиканцев. Он был сторонником идеи индивидуализма. Давайте посмотрим на основную идею Гувера, основную идею индивидуализма. Государство не должно быть вовлечено в управление экономикой страны, социальная помощь безработным будет сказываться на их предприимчивости. Идеология индивидуализма предполагала, что государство не контролирует ничего, не регулирует ничего, не вмешивается никуда. Мы с вами можем сравнить позицию Гувера с позицией следующего президента, Рузвельта. Государство должно заботиться о приведении производства в соответствии с потреблением, о более справедливом распределении богатств и товаров, приспособлении существующей экономической организации к нуждам народа. Совершенно разные позиции. Но тогда, в 1928 году, Америка процветала, индивидуализм работал. 20-е годы в истории США станут называться просперити, процветание. Что же такое эпоха просперити? США вышли из Первой мировой войны с минимальными потерями. После войны финансовый центр мира переместился из Лондона в Нью-Йорк. Американцы богатели. Приток мигрантов привел к тому, что в США попали специалисты, очень хорошие, высококлассные специалисты. Развивается автомобильная, электротехническая, химическая, авиационная отрасли. Появление фордовских автомобилей привело к строительству дорог, кафе, ресторанов, кинотеатров, автозаправок. Америка действительно богатела. В Америке стали проповедовать идею жизни в кредит. Покупай, если у тебя нет денег, возьми в кредит. Формируется общество потребления, когда людей убеждали покупать все больше и больше. И политика индивидуализма приводила к тому, что государство минимально вмешивалось в экономику. Как говорили американские президенты, главное дело Америки – делать свое дело. И в 20-е годы это работало. Политика индивидуализма, жизнь в кредит, спекуляции с акциями и кризис перепроизводства в итоге стали причиной того, что случился черный четверг. И в итоге мы с вами получаем мировой экономический кризис 1929-1932 годов. США, как самая развитая страна, пострадала от этого кризиса больше всего. В США было закрыто около 10 тысяч банков, вкладчики потеряли 286 миллионов долларов. Было закрыто порядка 135 тысяч фирм, 12 миллионов американцев оказались без работы. В стране начинается массовая бедность. Эта фотография была сделана в Калифорнии в 1936 году. Она называется «Мать-мигрантка». Эта фотография стала символом Великой депрессии в США. Мировой экономический кризис в Великобритании был не настолько силен, как в США, потому что в Великобритании не было периода процветания, не было просперити. Это во-первых. И во-вторых, как вы помните, у Великобритании очень большое количество колоний. То есть были рынки сбыта. Поэтому кризис затронул Великобританию не так, как США. Но английские товары очень дорогие. Фунт стерлингов – дорогая валюта. Поэтому экспорт упадет в два раза. Товары неконкурентоспособные. Каждый четвертый англичанин потерял работу. Мировой экономический кризис в Германии будет очень тяжелым. Германия была после войны страной проигравшей. Она выплачивала репарации. И какое-то время деньги на эти репарации она получала извне, как вы помните, у США. Но с 1932 года эти финансовые вливания прекратились. Германия не могла торговать на внешнем рынке. Внешняя торговля сократилась на две трети. Промышленное производство упало на 40%. В Германии было 9 миллионов безработных. Это больше, чем в какой-либо другой европейской стране. Доходы семей упали на 42%. Уровень инфляции в Германии был таков, что в 20-е годы хлеб стоил порядка 20 миллионов марок. Мировой экономический кризис во Франции наступил немножко позже. Дело в том, что Франция получала репарации от Германии. Это во-первых. И во-вторых, Франция была занята постройкой линии Мажино. Линия Мажино – это военное укрепление между Францией и Германией. И поэтому в 1929 году кризис еще был незаметен. Но все-таки кризис наступит. Падение производства во Франции составит половину производства. Доходы простых французов снизятся на 30%. В стране будет 1 миллион безработных. И разорится порядка 100 тысяч предпринимателей. Советский Союз – единственная развитая страна, которую этот кризис не затронет. Потому что экономика Советского Союза не зависела от доллара. И в Советском Союзе, в отличие от всех остальных государств, была плановая экономика, где государство само регулировало количество изготавливаемых товаров. В ситуации мирового экономического кризиса существовало два выхода. Либо сильная власть или диктатура, по этому пути пойдут Германия, Италия и Испания. Либо реформы, по этому пути пойдут США, Франция и Великобритания. Если мы с вами посмотрим на статистику безработицы в крупных государствах, то мы с вами видим, что к началу Второй мировой войны ни одна страна, кроме Германии, из мирового экономического кризиса не вышла. Давайте вспомним основные положения нашей сегодняшней темы. В 1929-1932 годах мир охватил мировой экономический кризис. Кризис 1929 года назывался кризисом перепроизводства. Существовало два способа выхода из кризиса – реформы или диктатура. От мирового экономического кризиса пострадали все экономически развитые страны, кроме СССР. К началу Второй мировой войны полностью оправилась от кризиса только Германия. Для закрепления нашей сегодняшней темы давайте выполним задание. Итак, попробуем соотнести страну и особенности МЭК в этой стране. США, Германия, Англия, СССР и Франция. И вам предлагаются пять особенностей мирового экономического кризиса. Какая страна использовала колонии в качестве рынка сбыта? Где происходила постройка линии Мажино? В какой стране было 12 миллионов безработных? Какая страна первая вышла из кризиса? И в какой стране этого кризиса не было? Давайте проверим. В США было 12 миллионов безработных. Германия первая вышла из кризиса. Англия использовала колонии в качестве рынка сбыта. СССР кризис экономику не затронул. Франция. Постройка линии Мажино снизила уровень безработицы. Давайте попробуем определить последовательность событий во время этого кризиса. Люди стараются быстрее продать акции. Рассвет промышленности. 12 миллионов безработных. Высокий уровень зарплат в США. Крах на Нью-Йоркской фондовой бирже. Люди покупают акции. Падение цен. Закрытие фабрик. Давайте проверим. Итак, рассвет промышленности привел к тому, что в США очень высокий уровень зарплаты. И люди покупают акции. Но происходит кризис на Нью-Йоркской фондовой бирже. Люди стараются быстрее продать акции. Это приводит к падению цен, закрытию фабрик. И в результате в США 12 миллионов безработных. Давайте попробуем определить термин по признакам. Ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение части предприятия, называется Экономический подъем в США в 20-е годы получил название Повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. Это И мы с вами можем проверить. Итак, ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части предприятия, называется акция. Экономический подъем в США в 20-е годы получил название «Просперити». Повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. Это называется инфляция. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok